Футболист 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 Обещалось, что в этом году построится Футбольное поле Именно на радиогорке Потому что документация вся готова Насколько я знаю, деньги выделены Были федеральные Но пока ждем Надеемся Потому что у нас занимается 186 детей И проблема с тем Чтобы где-то тренироваться И воспитывать классных Хороших клинист Rod Сейчас ваши тренировки проходят на базе ДЮС США номер 8. Да, да, да. Нас занимается 8 групп, и вы сами понимаете, что на таком состоянии поле, как оно есть, мы, конечно, хороших футболистов подготовить, ну, про больноте еще будем честно говорить. Уже известно, где будет располагаться это поле, будущее, в каком районе с северной стороны? На северной стороне, на Симонок, уже он есть план, есть полностью все, и проект, и приезжали земельных ресурсов, все готово, единственное, ждем только начало уже строительства. Степан Степанович, выступаете ли сейчас за команду ветеранов? Ну, приглашают, но состояние здоровья пока не позволяет, потому что есть серьезная проблема со здоровьем, особенно спины, поэтому пока нет. Ну, главное то, что вы тренируете подрастающее поколение, это тоже очень важный вклад. А ваши воспитанники имеют такой же бомбардирский почерк, как их тренер? Ну, в принципе, отрадно. Вот, допустим, возле меня сидит капитан нашей команды, вот, и на сегодняшний день он считается одним из лучших нападающих по старшей группе, это 9-го, 2001-го года рождения у нас чемпионат Дюфл проходил, забил 26 голов. Я считаю, что это очень хороший результат и надеюсь, что в дальнейшем он станет классным футболистом и, может быть, где-то увидим премьер-лиги, может, в России. Хотелось бы. Мы верим в успехи. Чтобы забивать голы, нужен талант или тренированность? Ну, по своему опыту могу сказать, что для того, чтобы стать классным игроком, нужно хотя бы 10-15 процентов. Это самородство, будем так говорить. А все остальное только работа. Только через труд. Без труда ничего не будет. Как часто проходят тренировки? У нас 4 тренировки в неделю обязательные, поэтому делаем еще дополнительные, если есть возможность такая. Но так как у нас поля нету еще, сложно, потому что у нас 8 групп и все на одном поле. Сами понимаете, очень сложно. А сколько времени необходимо для того, чтобы вырастить хорошего, перспективного игрока футбола? Ну, если начинать с маленького возраста, лучше всего, то заниматься с 6-летнего и до выпуска, до 18-ти. Виктор, а для вас Степан Степанович является кумиром, образцом тренера-футболиста? Конечно, является. Степан Степанович играл за сборную СССР. Там было столько высококлассных футболистов. И очень тяжело не равняться на такого известного человека. Тем более, когда он рядом находится. То есть своим примером он воодушевляет вас на активную игру? Конечно. Степан Степанович как может показать на поле, как ударить, как дать передачу. Несмотря на то, что Степан Степанович уже в приличном возрасте, он может где-то и обыграть, где-то и между пихануть в квадратики перед тренировочкой. Сколько времени вы у него занимаетесь? Я около года с ним работаю уже в этой команде. Ранее Степан Степанович работал в ФК «Севастополь» в научной группе. И мы также работали и там вместе. Какую роль вы выполняете на футбольном поле и с кем взаимодействуете? Я играю в атакующей группе. Больше на флангах работаю. Взаимодействуем со всей командой, так как мы один кулак. Но больше всего с Болотом Владиславом, с Карпом Дмитрием и с Шаталовым Богданом. Находимся непосредственно близко друг от друга на футбольном поле. Вы знаете, за какие команды выступал Степан Степанович? Ну, как я уже сказал, это сборная СССР. Металист харьковский. В Польше играл. Ну, за «Севастополь» и за «Таврию» Симферопольскую. Степан Степанович верно все назвал. Ну, Валень только забыл. Степан Степанович, Вы выступали в высшей лиге футбола «Симферопольская таврия» и «Харьковский металлист», как мы только что узнали. В чем отличие выступления игр в первой лиге и команд второго эшелона? Ну, более осмысленная игра, более высокого уровня, конечно же, она всегда отличается тем, что это высший уровень команды. Чем выше уровень команды, тем выше и класс команды. Конечно же, во второй лиге это бойцовские качества, это физподготовка решающая. То уже в высшей лиге больше мастерство, больше тактика. Там уже все многое зависит и от тренерского состава. Ну, а как Вы бы могли охарактеризовать сегодняшние команды? Насколько я имею в виду состав? То есть, если раньше играли игроки в команде, да, одну национальную сборную, то сейчас представляют разные национальности в команде. Ну, это плюс, то, что играет много иностранцев. И в то же время большой минус. Потому что нет перспективы у молодежи. Вот из-за чего проблема. Я считаю, что это неправильно, что нужно ограничивать максимум до 4, может быть. Ну, максимум 5 иностранцев должны играть на поле. А все остальные должны играть свои. Независимо, футболисты, той страны, в которой они живут. А по-другому у нас будет просто деградация. И в футболе, и в любом виде спорта. А достижения ваших воспитанников в возрастных группах У-14 и У-15, какие они? Ну, у нас вообще по школе, я считаю, что, хотя сложно с тем, что нет полей, но в школе занимается, допустим, 186 детей. Это то, что мы можем на сегодняшний день принять. Но результаты, я скажу, мы второе место у нас одна группа заняла на город, третье место на город, четвертое место и пятое, шестое. Я считаю, что мы одни из, будем так говорить, лучших школ по футболу. Ну, это пока. Если у нас будет хорошее поле, я думаю, что мы можем бороться и за лидерство. Как ваши воспитанники выступают в первенстве детской и юношеской футбольной лиги Севастополя и Крыма? Какие результаты? Ну, вот, шестой год у нас занял второе место в Дюфэл, города Севастополя. 2003 год рождения занял третье место. Моя старшая группа заняла четвертое место. Берсенев Игорь также четвертым-пятым годом занял пятое место. Ну, и я скажу, что на Дюфэл Крыма у нас выступают только две команды. Почему? Ну, во-первых, и проблема с финансированием и все остальное. Нас по шестому, по пятому году, вернее, выступает Демишкевич Игорь. Он занял сейчас пятое место в Крыму. И Берсенев Игорь 2003 годом занял девятое место. Я считаю, что по третьему году тяжело. Почему? Потому что их там две группы. Это было 22 команды. И поэтому с 22 команд на Крым, выступающих без условий, я думаю, что это хороший результат. А кого бы из перспективных игроков вы бы могли выделить среди ваших воспитанников? Ну, не хотелось бы, конечно, конкретизировать, потому что хотелось бы многим сказать. Но конкретно, да, могу сказать. Вот Воронцов, это лидеры, это однозначно, я могу сказать. Болотов Владислав, это Шаталов Богдан, это Кардима. Вот это футболисты, на которые, ну, можно рассчитывать. Если, я же говорю, условия немножко у нас лучше станут, мы можем их подготовить, хороших футболистов. Как полагаете, где найти талантливых и перспективных ребят? Ну, всегда считал и считаю, что дети, которые выросли в сельском местности, они, во-первых, не столько забиты компьютерами, как сейчас в городе. И плюс питание здоровое, свежий воздух. Я считаю, что да, именно там. То есть там больше здоровья, больше сил. Да, да. Виктор, каковы ваши мечты? Кем вы хотите стать, к чему стремитесь в футболе? Ну, стремлюсь заниматься тем любимым делом, которым я занимаюсь сейчас. Это играть, получать от этого удовольствие. Ну, от этого уже будет и другое. Такие вещи, как известность, те же деньги, на которые надо жить, кормить семью. Ну, для себя определяете, каких высот собираетесь добиться? Ну, конечно, определяются такие высоты, как хотя бы российская премьер-лига или первая лига. Ну, а там, если получится за сборную страны, тоже не против буду сыграть. Даже очень за. 10 июня берет старт чемпионата Европы по футболу во Франции. Кто станет чемпионом? Ваши прогнозы. Какая страна победит, как вы считаете? Моя, ну, думаю, у Англии сейчас неплохая, так сказать, компания собралась, очень молодая. Ну, и испанцы, они всегда фавориты. Степан Степанович, а какие прогнозы можете сделать вы и какие задачи стоят перед Россией? Я бы хотел, конечно, чтобы сборная России стала чемпионом Европы. Вот, но знаю, что, как и в каждой сборной, прежде всего, основная задача – это выйти из-под группы своей. Тем более, группа не очень у них такая слабая, приличная. Вот, ну, а вообще, я так, ну, как я думаю, что все-таки Германия будет чемпионом Европы. Ну, что ж, посмотрим, какие прогнозы, как они определятся. Тема нашей беседы исчерпана. Благодарю, что пришли к нам на эфир, и мы желаем севастопольскому футболу только побед. Спасибо, мы тоже желаем. А с 10 июня болеем за Россию. Первый матч россияне играют 11 июня со сборной Англии. На этом мы ставим точку. Эфир телеканала продолжается. Впереди еще много интересного. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова